Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог, он будет очень интересный. Пришел заказ сайта Рандеву, там много ухода интересного за волосами, за кожей. Давайте скорее открывать и вместе будем тестировать. Такая огромная коробочка, и мне не терпится ее уже открыть. Здесь у меня, кстати, в основном корейские продукты, корейские и достаточно бюджетные. Я, как всегда, промо-код на скидочку и все ссылки оставлю под видео обязательно. Так, это у нас с вами пилинг-скатка корейская. Вот так вот она выглядит. Здесь большой объем, яблочная. И есть этикеточка по-русски. Нанесите необходимое количество очищенную. Один-два раза в неделю. Вот информацию, показываю. Кому интересно, можете на ползу нажать, почитать. Вообще интересно. По-моему, этот бренд корейский я еще не пробовала. Кто пробовал, пишите, как вам. Так. Огромный, огромный просто объем. Хватит надолго. Мэйден Корея. И миллилитров здесь у нас с вами. Ну, 200 точно. А, нет, 180. 180. Но ее прям много, слушайте. Ее прям много. Она у нас с вами еще, наверное, запечатана, скорее всего. Да. Здорово. Такая. Ага, такая вот прозрачная, интересная. Будем с вами тестировать. Гель. Прям гель-гель без частичек. Такой вот гель. Аромат. Ой, вкусненько, как пахнет. Яблоко, мне кажется, с мектарином. Яблоко с персиком. Вкусно пахнет. Вообще здорово. Так, ладно, поехали дальше. Дальше. У нас с вами зубные пасты. С девочками в Телеграм про них разговаривали. И как раз Наташа, Наташа, спасибо тебе большое, сказала, что в данный момент на сайте Рандеву они стоят дешевле всего. Это корейские пасты. Куансли называются, если я правильно произношу бренд. Я их никогда не пробовала. На них прям потрясающие отзывы. Вот девчонки в Телеграм тоже их рекомендовали. Я взяла две на пробу. Стоят тоже очень бюджетно. Так, у нас здесь с вами... А, вот есть по-русски. Гелевая зубная паста с экстрактом бамбука и зеленого чая. Вот это. Так, и это у нас с вами гелевая зубная паста с экстрактами генкоглобы и морских водорослей. Очень интересно. Прям если пробовали, тоже обязательно напишите, как вам. Давайте посмотрим. Вот большие такие достаточно кубики. И по факту они у нас сегодня запечатаны. Нет, да, запечатаны. Вот какие молодцы. Ой, какая зелененькая. Но все буду пробовать на вкус, вам расскажу. Зелененькая такая гелевая, очень приятная душка. Так, и вторая. Вторая такая голубенькая, смотрите, какая классная. Тоже очень приятная душка. Так, поехали дальше. А, дальше у нас с вами мицеллярочка от Evelyn. Я, кстати, однажды только брала их мицеллярку, мне понравилось. Дела вот такой большой объем. Розовая мицеллярная вода, 400 мл, тоже очень дешево была. Накопительная скидка на рандеву, поэтому чем чаще делаете заказы, тем она больше. Вообще все продукты вышли очень-очень-очень дешево. И за отзывы еще баллы можно получить, за достоверные отзывы на товары даются баллы. Поэтому они списываются при заказе. Один балл, один рубль, тоже получается очень выгодный. Заказ вообще вышел копеечный. Розовая мицеллярная водичка, тоже будем с вами пробовать. Ой, какая вкусная душка, хорошо, что не пахнет розой. Ой, такая вкусненькая, мне фруктовая почему-то. Ну, или такая вот, знаете, роза кисленькая. Роза кисленькая, фруктовая такая роза. Это классический аромат розы, такой вот болгарский, я терпеть не могу. Здорово, на самом деле, здорово. И смотрите, для чувствительной кожи склонны к куперозу. Тоже очень интересная гипоаллергенная формула. Я такие продукты люблю, будем тестировать с вами. Так, поехали дальше. Дело для деток, очень интересные товары. Это у нас с вами Биопхин. Мне Биопхин нравится, я с Ксюшей пользовалась, кстати. Не один год именно Биопхин. Это детский шампунь, гель для душа. О, из переработанного пластика. У них теперь бутылочки, ароматная дынька. Вот так интересненько. Ой, легкая дужечка такая. Больше косметическая. И чуть-чуть-чуть пахнет дынькой. Будем пробовать, потом обязательно расскажу. Для легкого расчесывания на Ксюшке обязательно попробуем. Так, и еще одна детская бутылочка от Сибирики. Сейчас откроем. Это Литл Сибирика. Детское мыло. Взяла как подмывашку. 0+. Для ежедневного ухода несу, что увлажняет. Ни разу не пробовала. Стало очень интересно, потому что у нас в Фоберлик пропали такие средства. Купила вот на рандеву. Слава Богу, там цена адекватная. Без СЛС, без всего, с антибактериальным эффектом. Но это, конечно, ни к чему. Полынь, экстракт череды. Дозатор. Тоже очень ценный. Гель прозрачный. С приятной какой-то мультифруктовой тоже отдушечкой. Такой даже больше вот цитрусовый какой-то. Легкая отдушка на самом деле. Надеюсь, что подойдет и понравится. Так, поехали дальше. Девчонки, вот такую скрабаню взяла. Распаивающий эффект. Вообще, что-то копейки стоило, мне кажется, меньше 50 рублей. Крейзи звери. Тигрю лень. Интересный эффект. Я хотела вот эту вот скрабаню, распаривающий эффект, делать перед аппаратной чисткой лица. Будет очень интересно. Здесь уголь кедровый, горчичный мед, вулканическая лилия, лесная малина. Как интересно. Слушайте, вообще, такие продукты сейчас делают прям. Кто пробовал, напишите. О, как. Частички здесь крупные. Она черная. Здесь частички чего у нас сейчас? Скажу, чего это частички. Это горчичный мед, наверное. Да. Как будто это зерновая горчица здесь составит. Будем пробовать. Так, дальше. Девчонки взяла вот такие вот спонжики. Для чего? Для того, чтобы последние вот эти карандаши, фиберлик, да, из эко-серии, их очень удобно именно ими тушевать лучше всего. Поэтому взяла тоже совсем бюджетно стоил набор. Здесь их 4 штуки. Ромбики. Корейские, кстати, что очень радует. Кобьюти. Давайте посмотрим. 4, удобно и классно. Такие они. Достаточно мягенькие, классные, здоровые, разноцветные. Поэтому, да. Так, дальше. У нас с вами уход за волосами. Это шампунь. Я первый раз такой бренд пробую. Увидела у Аленки Ризван и мне очень захотелось. Я хотела маску из этой серии попробовать, но, к сожалению, на складе не было. Шампунь стоит достаточно бюджетно. Масочка немножко подороже. Я не знаю, как правильно этот бренд называется, девчонки. Эль Сейник или как-то так, да. Вот увидела у нее. Она прям очень-очень-очень хвалила. И мне захотелось попробовать. Это, по-моему, у нас с вами тоже Корея, если я не ошибаюсь. Скорее всего. Вот в таком формате. 120 миллилитров здесь запечатан. Да, запечатан. Будем тестировать. Она прям рекомендовала для поврежденных волос. И мне было очень-очень интересно. Смотрите, вот такого цвета. Интересно. Вы давайте подушки потестируем. Ой, очень вкусненькая душка парфюмерная. Прям классная. Будем пробовать. Будем пробовать. Так, и дальше. Зубная щетка детская. Я взяла крестюшки. Тут 3,6. 3,6 чего? Не знаю. Наверное, месяцев. А может быть и лет. Но я все равно ей взяла. Потому что она уже активно чистит зубы. И щеточка. А да, 3,6 лет. Но я думаю, ничего страшного. Потому что у нее все зубы, кроме клыков, есть. Абсолютно все. Полный набор. Поэтому и такая щетка ей тоже подойдет. Здоровская. Интересно. Маленькая такая головка. Она тоже корейская, по ходу дела. Так, ну и все. Теперь нам осталось с вами все это дело протестировать. Итак, поехали. Сегодня будем тестировать с вами шампунь. И сейчас расскажу о том, что уже попробовала. И будем тестировать уход. Детский шампунь очень понравился. Не скажу, что он прям супер Ксюше облегчил расчесывание. Но у нее вообще тяжелый случай. Но он классный. У него душка очень деликатная. Прям очень деликатная, если принюхиваться только. И волосы круто блестят. Вот этим вот понравился Бёбхен. Так, следующее средство. Это у нас с вами подмывашка. Использовали уже Крис как пену для ванны. Используем как подмывашку. Вот это детское мыло. Очень классное. Пены дает так прилично. Никаких нареканий, аллергических реакций или еще чего бы то ни было. Все достойно. По пастам. Слушайте, вся семья их оценила. Всем безумно понравилось. И мне в том числе. Ксюшка прям просит. Ей больше всего понравилось вот это вот. Мне одинаково. У них очень классное такое, знаете, послевкусие. Они здорово освежают. Оно держится несколько часов. Я была приятно удивлена. Далеко не от каждой пасты такого эффекта можно добиться. Несмотря на то, что там нет такой мятной, сильной какой-то одушки. Очень здорово освежает. Прям вот очень здорово. И здесь минимальный просто расход, потому что она дико пенится. Вот от нее безумное количество пены. Она очень хорошо пенится. Поэтому надо совсем чуть-чуть. Тюбика хватит, соответственно, надолго. По эмали. Я всегда проверяю. Если в течение дня налет на зубках не появляется, значит паста мне подходит. Здесь налет не появлялся сутки. Я очень довольна. Слушайте, прям вообще пастой огонь. Пока буду пользоваться. Если что-то изменится, обязательно буду рассказывать. Потом в пустых баночках. Пока мне очень нравится. Так, ну а сейчас будем мыть голову. Шампунь очень понравился. Я не наносила никакой бальзам, никакую маску. И что могу сказать? Он такой плотный, гелевой консистенции. Он прям выдавливается очень тяжело. Он очень хорошо пенится в этом плане. Все отлично. Он вообще не спутывает волосы. Вот вообще. Я была крайне удивлена. Мне действительно понравился шампунь. Я не наносила ни бальзам, ни маску. Нанесла только на кончики маслица. И все. Это потом, после высыхания. Вот сейчас они у меня высохли естественным путем. И я немножко кончики расческой от Фаберлик уложила. И в целом мне очень нравятся. Они какие-то живые, уплотненные. Все отлично. Очень хорошая действительно серия. Очень жалко, что не было маски. Вот этой вот на складе. Если вы маску эту пробовали, напишите, пожалуйста, свой отзыв. Мне шампунь очень понравился. Теперь хочется. Потестировайте масочку. Очень хочется. Ну что, мои хорошие. А теперь мы будем с вами тестировать мицеллярку. Тестировать скатку и тестировать маску. Что мы делаем? Мы одеваем повязочку. У меня сегодня такой средний макияж. Не скажу, что достаточно стойкий. Но тем не менее. У кого была такая мицеллярка от Эвелина, обязательно напишите, как вам. Поехали. Вкусненько пахнет. По мне почему-то не розовый. Розовый мицелляр, иногда шапоником. И немножко каркаде кисленькое слегка. Мне вот так прям кажется. Давайте пробовать. Тона у меня нет. У меня есть контуринг, тени и тушь. Но лицо контуринг хорошо очищает. В этом плане все отлично. Давайте пробовать тушь. Немножко подержим. И смываем. Так. Ну, вроде неплохо. Все смылось, все отлично. И глаза не щипят мне. То есть дискомфорта нет. Все отлично. Слушайте, ну здорово. Здорово. Так, чем мы все это дело с вами смоем? Давайте смоем пенкой Аравия. Тоже на сайте рандеву ее брала. Уже показывала вам совсем чуть-чуть осталось. Прям так жалко-жалко. Потому что действительно очень классная пенка. На нее хорошая цена сейчас на сайте рандеву. И она сама по себе очень обалденна. Смываем пенку. И приступаем к скатке. Я без вас не пробовала. Мне не терпится. Так, у нас здесь способ применения ничего. Здесь по-русски ничего нет. Ну, что обычно, наверное. Тут, скорее всего, яблочные кислоты в составе. Ой, как вкусненько пахнет. Что-то напоминает. Прям не скажу, что это яблоко. Нет, это химозная одушка. Но прям что-то напоминает. Не могу понять, что. Я обычно вот таким вот продуктом даю. Немножко на лице побыть. Возможно, так и надо поступать с этой скаткой. Но прочитать негде. На сайт уже лезть не хочется. Где-то минутку. Даю таким продуктом побыть на лице. И потом начинаю скатывать. Этого, в принципе, достаточно, чтобы растворились такие сильные загрязнения. Ну, давайте потихоньку пробовать. Мне кажется, я прям много нанесла. И пока ничего не скатывается. А, нет, пошел вот процесс. Надо, наверное, немножко поменьше слой. И действительно подождать. О, скатывается, скатывается. Скатышки. Здесь нет никаких частичек. Это просто гель. Как следует прорабатываем все зоны. Часто с вами забываем над губой. Над губой вот это вот пространство, да? А здесь вот у меня, например, летом возникает пигментация. И здесь тоже могут быть морщинки, которые нас совсем не красят. Поэтому вот это вот место никогда не забывайте. Ну и сами губы тоже, да? Ага, скатывает вот на носу. Видно. Видно катышки, да? Хорошо скатывает. Просто нужно дать ей время. Просто нужно дать ей время. Можно легкими массажными движениями по направлению снизу вверх. Заодно мы с вами и массаж делаем. Жевательные мышцы разомнем. О, видите, как много. Но они светленькие. Значит, мицеллярка и пенка хорошо лицо очистили. И я продолжаю скатывать. Вот сколько всего она скатала, но все чистенькое, беленькое. Сейчас смоем, посмотрим. Любуемся. Ой, какая чистая кожа, девочки. Нереально чистая кожа. Вот честно, у меня, допустим, от скатки осел такого нет. Такого именно эффекта нет. Она тоже сильная, но такого нет. Поры нереально чистые. Девчонки, вообще просто красота. До скрипа. Просто до скрипа. Я не знаю, видно вам или нет, но просто они сияют. Супер. И они суженые. Они очень чистые и суженые. Вообще шик. Мне очень нравится. Такое качественное очищение. Прям рекомендую, девчонки. Она бюджетная. Вот эта скатка. Вообще крутая. Вот я когда скатывала, думала, ну что там сейчас скатаются. Они все чистенькие. И так долго еще скатывать пришлось. А нет. Они чистенькие. И моё лицо как-то вот преобразилось. Я в шоке. Ой-ой-ой. Любимый продукт. Еще один появился. Так, дальше у нас с вами Крэйзи. Звери, тигрю, лень. Скраб баня для лица. Распаривающий эффект. Кто пробовал, девчонки, напишите. Очень интересная масочка. Способ применения. Нанесите скраб на влажную кожу лица массирующими движениями. Смойте водой. А, то есть она вот такая вот скраб баня для лица. Это не маска у нас с вами, а скраб баня. Слушайте, у меня вообще сейчас у нас с вами двойное очищение. Я почему-то думала, что ее на лице надо будет оставлять. Баня для лица. Это распаривающий, очищающий эффект. Цвет вообще огонь. Мне даже туда пальцем страшно лезть. Огонь. Она похожа на маску-пленку больше по консистенции. Что интересно будет, если на лице ее оставить? Мне кажется, ее можно как маску применять. Как маску скраб, слушайте, я что-то прям даже не знаю, чем тут скрабировать-то. Потому что вот эти частицы, зерновой горчицы, они крупные, все, больше тут частиц нет. Блин, и как вот так набрать, чтобы сразу на лицо нанести? Я не представляю. И не зафаршмачить всю ванну. Она тянется и тянется, зараза такая. Давайте пробовать. Она как сапли. Мне прям кажется, что сейчас я зафаршмачу. Да, вот эта вот горчица, она падает. Ей не поскорбируешь лицо. Смысла в этих частицах нет вообще. Вообще нет. Они тупо отваливаются сразу. Вы знаете, такая как карамель тянется. Это что-то. Массирующими движениями. Слушайте, ну есть какой-то парниковый эффект однозначно. Я вот ее хотела, я вам говорила, уже перед ультразвуковой чисткой лица применять. Мне кажется, после такой скатки она мне вообще, эта чистка нафиг не нужна. Я чувствую, да, какой-то под ней парниковый эффект. Он однозначно есть. Активизируем клеточки наши, пробуждаем, да, почистим хорошо. Личечко будем вечно молодыми. И безумно красивыми. Я не знаю, я уже все сделала. Что можно катать вот эти шарики по лицу? Это такое себе удовольствие, если честно. Они отваливаются, они катаются. И ничего они не скрабируют. То есть это не скраб, это 100%. Это не скраб. А давайте назовем это моментально разогревающая маска. Эти частицы, они не скрабируют, они полируют, они шлифуют. Они абсолютно круглые. И я их на лице не чувствую. Слушайте, давайте смывать. Посмотрим. Измывается она так себе. Пришлось спонжик даже подключать. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим на лицо. Она стоит вообще, девчонки, копейки. Она прям стоит копейки. Я взяла, повелась на разогревающий эффект. Ничего не изменилось. Лицо как было после скатки чистое, так и осталось, собственно говоря. Увлажнения никакого она совершенно... Она, кстати, сладкая. Мне тут в рот попало немного, пока я смывала. Она сладковатая. Но лицо как было после скатки чистое, так и есть. Но появился, кстати, румянец. Вот румянец появился. Тактильно вот тут в районе щечек, а в этой зоне кожа теплая. То есть легкий такой разогревающий эффект. Никакого жжения, там ничего такого нету. Как бы все нормально. Но легкий разогревающий эффект действительно есть. Румянец такой появился на щечках. То есть если у вас землистый цвет лица, вот эта тема может вам, кстати, очень хорошо зайти. Так. Ну и вроде все. Мы с вами протестировали. Да? Давайте теперь завершим наш вечерний уход. Где, где, где? Чем мы его завершим? В моих залежах ничего не найдешь. Пошла. С превеликим удовольствием пользуюсь гликолевым. Обновляющим ночным лосьоном от Фаберлик. Артикул 1214. Очень нравится. Очень нравится. Вот его на ночь. На день тоненький алуронка пока. Да, сейчас прям румянец еще больше. Слушай, такие розовые щечки там. Классно. Чуть-чуть серенького есть на ватном диске. Здесь вот в некоторых местах лицо от него может пощипывать. О, в этой зоне как хорошо щиплет. Слушайте, кожу хорошо очистили, значит. Сейчас и тоник хорошо поработает, и кремушки. Он кислотный, и то, что он немножко щиплет, это нормально. Если он у вас вообще не щиплет, значит вы кожу свою очистили. Плохо. Плохо. Очищайтесь заново. Так, теперь крем у меня пока с каллогенчиком. Активная сыворотка. Сначала 10-75 артикул. Она такая жиденькая, ее всегда открываете колпачком вверх. Прозрачная и достаточно легкая. Подойдет, мне кажется, даже жирной коже. Но рабочая вещь, рабочая вещь, классная. Очень люблю. Она такая немножечко текучая, прям сыворотка-сыворотка. Не водичка, как знаете, бывает. Такая хорошенькая. Она очень хорошо разглаживает. Мне нравится. Так. И даже кремушек никакой не хочется наносить. Но мы все равно с вами нанесем. Мезоботокс уже второй открываю. По срокам годности, когда набрала крем-концентрат. Из этой же линейки хорошо друг к другу подходят. 78-80 артикул. Мы его тоже с вами нанесем. Он мне очень понравился. Я жалею, что я не взяла штук 20 таких, когда была распродажа. Слушайте, он был вообще за копейки. Что-то там очень смешно. И я прям вижу результат. Я прям вижу результат. Моя кожа его съедает. И я вижу, как он на ней работает. Подтяжка, упругость. Все вот это есть. Разглаживание. Вот сейчас все вместе впитается. И будет вообще красота. Так, ну что, мои хорошие. Вот так у нас с вами вечерний был уход. Слушайте, мне все, в принципе, очень понравилось. Кроме вот этого баловства. Ну вот я говорю, у кого землистый цвет лица, и кому не хватает на коже румянца, посмотрите. Она стоит копейки вообще на сайте Рандома, по крайней мере. Промокод на скидочку 10%. Сроки его действия и все подробные условия под видео, как всегда. Ссылки на все продукты тоже под видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока.